Всем привет, добро пожаловать в новый влог. Мы уже повесили звезды, как видите, и сразу такое праздничное настроение. Вечером супер атмосферно, для меня это уже, знаете, как такой мастхэв зимних праздников, без них совершенно не то. У меня по плану были фавориты года, но планы резко изменились, Игнат себя плохо чувствует, нужно срочно его забирать со школы. Так что я жду, когда у меня окончательно высохнут волосы, и поеду за ним. Я не выхожу на улицу, потому что за окном минус 13, это вообще нетипичное явление. В Кракове экстремальное, я бы сказала. Посмотрите, сколько снега у нас навалило. Я обожаю мороз и снег, поэтому я бесконечно рада, меня не пугает такая температура. И сейчас заберу Игнашика, и мы точно найдем себе какое-то интересное занятие. Главное, чтобы ему стало лучше. Звездочки покажу вам вечером, потому что вечером, конечно, самый кайф и ночью. Хотя и днем они выглядят симпатично. Честно говоря, я тоже как-то странно себя чувствую, как будто вот-вот должна расклеиться. Сейчас попринимаю свой экстракт в косточек грейпфрута, потому что очень уж не вовремя. У меня столько планов было, нельзя болеть, нельзя болеть. Зато утром меня порадовал курьер, принес мне подарок от бренда Pixi. Люблю этот бренд, как минимум за то, что они много всего присылают. Нравится, можешь показать. Не нравится, можешь поругать. Я никогда не требую обзор, покажи, расскажи. Я такое люблю и очень уважаю. Вот эта палетка классная, она когда-то у меня была и, по-моему, в другом цвете. Я, наверное, вам рассказывала о ней. Красивые хайлайтеры, румяна, свеженькие и бронзер. Она бывает еще в других оттенках однозначно. Вот этот праймер, это новинка. Он сияющий, увлажняющий. На лице не пробовала. Сегодня просто некогда было накраситься. Реально через 5 минут, надеюсь, волосы уже точно будут сухими, чтобы я, знаете, еще не ухудшила свое состояние. А вот это жидкие тени. Мне понравились сочи, сейчас тоже вам покажу. Бальзамчик для губ. Пользуюсь такими. Он полупрозрачный на губах и ухаживающий. Что-то еще. Туши, карандаш я сложу в какой-то подарок. И тени. Светлее и такой цвет шампанского. По поводу светлого оттенка я сомневаюсь, что мне такое подойдет. А вот шампанский очень даже. Но это деликатное освещение. Как шифон какой-то. Я такое люблю. Попробую на глазах. И потом уже станет ясно. А то сочи это одно дело. Главное, как оно будет держаться и выглядеть на глазах. Правильно? В школе уже тоже расставляют украшения. Там наряжают все. Вот здесь всегда стоят какие-то сезонные украшения. То тыковки, то вереск, то вот ягоды зимние разложили. И с подсветкой это все будет на подоконниках. Также очень мило. Я люблю такое. Ребенка напоила чаем, дала лекарства, пообнимала. Сейчас он хочет отдохнуть. Лежит, смотрит телевизор. Я буду заниматься рождественскими декорациями. Раз такое дело. Вообще-то мы с девочками планировали. И это сделаем в субботу. Я же надеюсь. Будем декорировать венки. Мне нужно сделать аж 3, а то и 4 штуки. Потому что свекровь попросила. Домой мне надо 2. И в наш старый дом тоже мы стараемся вешать, чтобы было красиво. И я боюсь, что в субботу вечером я все это не успею. И возможно у нас будет один пистолет с горячим клеем. Поэтому сейчас сделаю веночек для нас. Очень красивый. Это та хвоя, которая дольше стоит и не осыпается. Но она, к сожалению, не пахнет. Я покупала все вот это вот добро зеленое на цветочном рынке. Вот здесь еще натуральные окрашенные веточки. Вот здесь мы только вернулись из Вены. Я поехала на цветочный рынок рано утром в 6 часов утра. Он работает с 3 ночи. Ну в 8 уже все начинают собираться. Где-то до 9. Видите, я вчера вот подоставала то, что хочу использовать для декорации. Я хочу, чтобы он был таким белым, серебристым и как будто аж замороженным. И у меня есть очень красивая ветка. Не помню, откуда она. Не в этом году приобретала. Видите, как будто с кристалликами какими-то. Вот такие штучки у меня из Косторама. Вообще это подсвечники и в них очень симпатично выглядит свеча. Очень много шариков разного цвета. Потому что с девочками мы обычно, ну вот каждая выбирает какую-то цветовую гамму. Но я это организовываю. Хлопок. Все это тоже продается на цветочном рынке. И гораздо дешевле, чем в любом другом магазине. У меня целая коробка. Всякого разного добра. Вот такие веточки с ягодами. Я, наверное, попытаюсь окрасить просто искусственным снегом, чтобы они были более такого яркого белого цвета. Ну, посмотрим. Здесь у меня есть и шишки. И вот Ангелков тоже купила. Сейкровь попросила венок в белом цвете. Так что для нее тоже буду что-то делать в субботу. И еще, девочки, нашла деревянную звезду на цветочном рынке. Ее можно использовать вообще по-разному. Сюда вставляется губка. И потом добавляются разные ветки. Можно как живые, так и искусственные. И у меня есть специальные губки, которые сюда поместим. Я потом вам тоже покажу. Я пока что не знаю, какую я выберу. Потому что зеленая, которая предназначена для натуральных растений, там веточек. Она пропитывается влагой, но она более хрупкая. И может не выдержать моих вот этих всяких елок. Они все-таки могут не удержаться. Ну, посмотрим, как оно получится. А еще смотрите, что я нашла в магазине Тедди. Такие бубенчики на шнурке. Всего 1 евро стоили. Возможно, вот этот был дороже. И он как раз хорошо подойдет к моему венку. Когда будет открываться дверь, они будут тарахтеть. Класс. Такие всякие штуки для хендмейта. Я тоже покупаю или на цветочном рынке, или в магазине Тедди. Там недорого. Пока Игнат смотрел мультики, а потом и вовсе уснул, я успела сделать несколько декораций. И начала с венка. Вот такой вариант венка показался мне самым удачным. Потому что я делаю их не впервые. Он легкий сам по себе и плоский. И он не спадает потом с крючка на двери. Даже когда ты ее открываешь, закрываешь 100 раз в день. И также вот такие пушистые венки очень удобно доклеивать. Ну, то есть я всегда добавляю какие-то другие веточки. И вы можете брать абсолютно разные. И каждый год я думаю, что я сделаю что-то минималистичное. А потом начинается. Достаю все свои украшения. И дальше как в тумане. Я сначала просто раскладываю хотя бы приблизительно то, что мне хочется сделать. И потом уже добавляю что-то по желанию. Такой полет фантазии получается. И пусть вас не смущает то, что я все это делаю на полу и использую горячий клей. Я как-то вот покупала разные клей. И он всегда очень просто отдирается, отмывается и с рук, и с пола. Но, конечно, нужно быть осторожными. И если вы переживаете, то лучше что-то постелить. Но я делала и на столе, и на полу. И даже ногти не испортила. Просто протерла потом все спиртом, и все окей. И я очень не люблю работать в перчатках. Это моя боль. Руки вечно страдают. Но, правда, все домашние дела я не могу делать в перчатках. Поэтому крем мой вечный помощник. Вот что у меня получилось. Я хорошо проклеила все украшения, ничего не отвалилось. Моя верная подруга со мной помогает, чем может. Выспалась теперь. Что происходит, мама? Дальше я взялась за украшения, которые я хотела бы поставить у двери. И использовала вот такую губку коричневую. Она для искусственных веток, чего угодно. Но я подумала, что и так это все засохнет. И там есть и искусственные. Она поплотнее. Действительно ничего не вываливается. И чтобы все не торчало просто вверх, я создаю объемную композицию, которая будет разложена во все стороны. Но главное во всем этом даже не то, что выйдет, а сам процесс. Ну, лично для меня. Так хочется все порасставлять, но морозина капец. При моем самочувствии лучше сейчас не выходить. Мне придется здесь немного поубираться. Потому что, мне кажется, моя тыква здесь примерзла. Кстати, смотрите, какой красивый осенний веночек у меня был. Мы привезли его из Германии. Купили в местной цветочной лавке. Просто на улице. Знаете, сколько он стоил? 10 евро. Это совсем немного. При том, что это все живые овощи и ягоды. Я потом вставлю вам фотографию. Я не сдержалась и уже повесила его на дверь, чтобы хотя бы глянуть, как это будет выглядеть. Мне очень нравится то, что у меня получилось в этом году. Еще подумаю. Возможно, я покрою его искусственным снегом. Чтобы, знаете, было так, типа он по-настоящему с мороза. Хотя, так оно и есть. И тот снег – это хорошо. Конечно же, когда делаешь дома какие-то поделки, у тебя нет отдельной мастерской, то потом тебя ждет еще и уборка. Потому что постоянно что-то сыпется из хвои, из украшений, из каких-то веточек и так далее. И я не знаю почему, но Юки решила, что Дайсон – это ее игрушка. И как бы мы ее не воспитывали, что бы мы не делали, ничего не помогает. Она просто за ним бегает. Вот, например, Мика дико боялась именно беспроводных пылесосов. Постоянно удирала, а Юки не дает убираться ни мне, ни Томеку. Включение через несколько дней. Сори за мой внешний вид. Какая-то чашка кофе. Я нормально не спала несколько суток, потому что Игнату становилось все хуже и хуже. И я понимала, что это не просто так. У него валила температура свыше 40, ничего не помогало. Я, короче, спасала ребенка как могла и чем могла. Вот, и первые три дня здесь не особо реагируют педиатры, пока не появятся какие-то симптомы. Ну, понятное дело, наверное, если это что-то прям вообще супер критичное, то нужно обращаться на скорую. Нам просто не хватало хотя бы там на 6 часов. Да какие 6? Хоть на 3, чтобы хватало, чтобы взбить температуру хотя бы до 38,5. Ребенок горел. Короче, это продолжалось и днем, и ночью, и вот эта беготня. Ну, я предполагала, что это ангина. Зачастую она именно так и проявляется у Игната. Ничего страшного, мы поправимся, мы уже лечимся. И вообще, слава Богу, что это произошло не на само Рождество, а раньше, и что мы все тут не слегли вместе с нашими гостями. Поэтому стараюсь все-таки ловить вот этот позитивный настрой, никуда его не отпускать. Впереди будет чудесное время, которое я хочу подарить себе и своим близким. И мне настолько нравится вот эта подготовка и суета перед праздниками. Если бы у меня кто-то ее забрал, мне было бы очень грустно. Но иногда такие обстоятельства, да, что тебе приходится все отложить. К счастью, выяснили, что и как. И, кстати, я набрала нашего педиатра. Когда заглянула в горло, увидела уже белый налет у Игната. Говорю, слушайте, это стопроцентная ангина. Пожалуйста, приедьте, проконтролируйте, назначите лечение. Типа на три дня вперед это платный педиатр, частный. На три дня вперед плотная запись с самого утра до позднего вечера. Говорят, никак. Но вы поедьте, пожалуйста, сделайте, купите и сделайте домашний тест на ангину. Ну, оказывается, и такое есть, представляете? У меня было несколько, потому что я себе делала Игнату. Игната сразу был положительный, а у меня отрицательный. Но мне тоже на всякий случай назначили антибиотики, потому что я как бы с ребенком пребываю круглосуточно. Я пока что их не принимаю. Зачем? Ну, типа, я же надеюсь, что меня пронесет. И мне нормально, помимо того, что я дико не высыпаюсь. Сейчас. Короче, такой тест это очень неприятная вещь. Ну, то есть палочку нужно засунуть глубоко, вот так вот все хорошо собрать, да, для того, чтобы провести вот этот анализ дома. У нас не конкретно от этого производителя были вообще несколько разных. Зачем я себе делаю? Во-первых, мне сегодня нужно ехать на маникюр. Я не хочу заражать всех вокруг. И тоже вот у нас так говорят, что спустя 3 дня приема антибиотиков ты перестаешь заражать. Но если вдруг заболею я или заболела уже, ко мне приходят подруги. Я тоже не хочу разносить эту заразу. В общем, я и себе делала, бегала там по-страшному, но, слава богу, отрицательной. Так что можно вот так проконтролировать дома. И я отправила результаты, нам назначили анализы, анализы, господи, лечения. Так что все хорошо. Идем на поправку, и я отосплюсь за эти выходные. Все будет прекрасно. И маникюр, конечно, у меня просто дикий. Сейчас еду сделать уже какие-то праздничные ногти. Маникюр, педикюр. Может заодно я отосплюсь на педикюре. Хотя, наверное, нет, потому что днем мне крайне сложно уложить спать свой организм. Даже если я все зашторю, будет полная тьма, миссия невыполнима. Потому что раз там несколько лет я могу отключиться. Но у меня столько эмоций, что мне кажется, это не произойдет даже на педикюре в такой расслабленной обстановке. А сейчас я хотела бы показать вам несколько покупочек именно на само Рождество. Нас будет много. Пока мы, скорее всего, возьмем наш стол из террасы, раскладной из Икеи. И я еще заказала скатерть большую, потому что нигде такой не было. И вот сегодня мне прислали смс, что доставка будет 22-го. То есть за день до Рождества. Блин, я надеюсь, она не опоздает. И мне нужна была большая скатерть. И я искала стационарных магазинов, где же взять какую-то плотную и чисто белую, такую красивую, знаете, универсальную. И ничего мне не нравилось, такого размера нигде не было. Если вы ищете и живете в Польше, то на Allegro, Allegro Pell, это типа как, наверное, eBay, что-то в таком духе. Там есть все. Начиная от косметики, туалетной бумаги, заканчивая антиквариатом, бушными вещами, декором. В общем, я вам серьезно говорю, все, что хочешь. И они зачастую быстро доставляют. Почему так со скатертью? Возможно, потому что на конкретный размер я брала. Но там вообще очень много узоров и от польских производителей. У меня есть вот такие салфетки белые. Я тоже их покупала на Allegro, но это чисто, знаете, как салфетки в ресторанах, которые складываешь и красиво сервируешь стол. И это совершенно другое качество, нежели в Икее. Вот именно с самого материала они такие гладенькие. Даже после стирки разгладишь, они как новые. А в Икее там менее обработанный, наверное, материал. И они более как крафтовые. Там что-то похожее визуально на лен, но, по-моему, это был хлопок. Вот это тоже хлопок, но просто он посильнее обработан. И скатерть точно такая. Там есть и с узорчиками разные. Но мне хотелось чисто белую, потому что у меня есть конкретный план того, что мне хотелось бы сделать. Я обожаю красиво сервировать стол. И это, ну, знаете, дни, когда я могу себя проявить. Обязательно нахожу время и когда есть силы. Но это вообще истинное удовольствие что-то поделать. А когда твои родные это видят, ценят, и когда они хотят приходить к тебе, и когда они восхищаются этим, я не знаю. Я себе не представляю по другому празднику. И несмотря на все обстоятельства, я не хочу, чтобы у меня пропадало вот это желание творить. Для кого-то это может быть просто ерунда, то, чем я занимаюсь. Но для меня это тоже какое-то проявление себя и воплощение чего-то в реальность. Может, это не что-то супер уникальное, но когда ты занимаешь руки тоже, то твоя голова расслабляется. И я вот, допустим, не очень хорошо рисую. То есть рисование не мое. Возможно, какие-то раскраски. Но тут такой повод. Еще и ты даришь какие-то эмоции своим близким. Но я обожаю, что вам еще сказать. Очень люблю все это дело. И, девочки, я как начала копаться на Allegro. Это, наверное, можно купить в разных магазинах с секстилем, с какими-то вещами для поделок. Но я же нашла онлайн. Короче, что это такое? Это не совсем дорожка. Это как материал, который продается на метры. У меня сейчас, к сожалению, из-за того, что Игнат заболел, у меня выпало несколько дней жизни. Я хотела вам заранее показать, как я буду украшать стол. Но по факту буду все делать уже на сам праздник, в реальном времени, а не просто что-то, знаете, как идею, как мотивацию. Простите, в этом году так, и я никак не могла на это повлиять. Семья и дети, тем более, всегда в приоритете. Поэтому на словах. В общем, смотрите. Это такой материал. Здесь, по-моему, метров пять. И его можно использовать как дорожку. Он сияющий, из разной расцветки. Был и серебристый, точно такое все убирала. Но серебристый я взяла другой, еще прикольнее, мне кажется. В общем, с одной стороны здесь материалы, со второй просто миллиард блесточек. И вы можете размотать столько, сколько нужно вам, отрезать, потом еще где-то можно применять. И как-то красиво засервировать стол. Я планирую сегодня вечером сделать еще такую деликатную гирлянду и все это разложить. Поставить еще светички и небольшие декорации. И вот в сам свету вечер у нас все будет в золоте, а на второй день в серебре. Просто потому, что мне так хочется. И я нашла вот такую штуку. Смотрите. Это как тоненькая сеточка, паутинка такая, да? И здесь блестяшки. Смотрится просто обалденно, особенно на темной скатерти. А на светлой будет так, ну как будто что-то заснеженное такое. Здесь тоже, наверное, метров пять, но можно купить и на метры, если вам подойдет, да, такой размер. Не было нужного мне, поэтому я взяла пять метров и потом где-то это все буду использовать. Очень интересно. И такого я еще ни у кого не видела. И вот на первый день, нет, не на первый, на светой вечер я придумала, что я возьму гирлянду такую тоненькую. Пока что я не знаю, как я буду ее делать, но у меня есть проволока и у меня есть веточки. Так что я уверена, что у меня все получится. В общем, мне хочется разложить тоненькую гирлянду. Я принципиально не хотела покупать пластиковую. Ну, например, если для вас ок, то красивые гирлянды я видела в Nanu Nano. Они там должны еще быть или онлайн где-то поискать. Это вот в Польше, да, я знаю, где они есть. И я хотела бы вот этой гирлянде, вставлю вам картинки, покажу, как это выглядит приблизительно. Это не то, что я буду копировать, это просто то, что нравится мне. Вот, и я хотела бы поставить среди вот этой хвои гирлянды вот такие елочки. Очень красивое состаренное золото. Они не металлические точно. Но это... Девочки! Вот это облом. Ну, ладно. Уж как есть. Неприятно. Видите, дырка. Только сейчас заметила. Ну, елки-палки. Ничего страшного. Будет это все среди хвои, так что незаметно. Ну, как я выбирала? Может, еще поменяю потом. В общем, я их купила в экшене. Они там по 4 евро, наверное, были. И на распродаже будет еще дешевле. Очень симпатичные. Будут красиво сочетаться с моей дорожкой. Зеленью. У меня еще есть такие тоненькие подсвечники золотые. Посмотрим. Я возьму те или другие, которые тоже приобрела. А, и в вот этой гирлянде тоже хочется добавить чего-то такого еще маленького. В общем, в экшене я нашла подсвечники. Они стеклянные, правда грязные. Их нужно помыть. Вот сюда ставится тилайт, маленькая свечка. И очень атмосферно смотрится. И такие подсвечники у меня в количестве 4 штук. И потом я смогу их использовать вообще на каждый праздник, на гриле, даже на каждый день. Мне нравится. Когда есть настроение, силы и время, я всегда, вы знаете, где-то что-то пошуршу. Теперь я покажу просто бокалы. Ой, не бокалы, а подсвечники, которыми можно убить. И, короче, что-то пошло не так. Я заказала эти подсвечники на Allegro. Я думала, что все они приблизительно одинакового размера. И не ожидала, что они будут практически как моя голова. Минимум как половина. И там было еще повыше. Но, возможно, я поставлю их на пол. Тоже очень симпатично будет смотреться. И вот если вы видите где-то подсвечники, как будто вот с металлом каким-то покрыты, серебром, золотом внутри, с такими дырочками. Они так красиво рассеивают цвет. Я вам сто раз об этом говорила. И вы должны это попробовать, потому что это настолько красиво. Это так по-праздничному. Это задает такой настрой вообще во всем помещении. Даже если вам маленькую поставите, а не вот такую бадью. Но стол у нас будет большим. Возможно, они там будут смотреться окей. Посмотрим. Если что, я возьму прошлогодние. Вот эти точно где-то буду использовать. Или верну обратно. В общем, буду решать все в процессе. Ну, а так, конечно, они очень красивые. Золотые на такой стеклянной ножке. Они тяжеленькие. И приехали в огроменные коробки. Я даже не сразу поняла, что это такое принес курьер. И, да, большие, однако. Вышла на улицу, расставила все. И мне очень нравится, как получилось. Скромно и со вкусом. Все, как я люблю. Веночек такой пушистый. Жалко, что всех таких не купила. Слишком поздно уже заметила их. И он вообще был один. Я так подумала, надо было взять визитку у мужчины, чтобы потом на заказ это все сделали. И я уже не ездила бы так рано. И, смотрите, вот эту звездочку можно будет сделать в любом другом цвете. Потому что каждый год у нас разный венок. А елка, она у меня то ли с прошлого, то ли с позапрошлого года. А еще вот такие звездочки, по-моему, я вам не говорила, были не только в форме звезд. Ну, то есть в емкости, да. Там были и коньки, какие-то сапоги. Наверное, в следующем году я куплю еще несколько и сделаю на террасе что-то такое симпатичное. В общем, видите, что мне только дай повод что-нибудь там пособирать, поклеить. Люблю я. И этот венок ни разу не свалился. Я раньше его повесила. За счет того, что он легкий, он вообще хорошо держится. У меня обычные крючки, которые клеятся, да, на чистую сухую поверхность нежирную. И он у нас висит уже пару лет. Можно купить в костераме, в каких-то строительных магазинах. Вот видите, заснеженные кипарисы. Они тоже голубого цвета. Ну, как ель вот это, да. И сегодня вечером отправлю Томака, чтобы он нарядил деревья. Будут огоньки. Я проснулась с насморком. Так что у меня точно не ангина. И тест показал, что не ангина и насморк. Теперь ангина с насморком не сочетается. Простуда. Конечно, это меня не порадовало. Ну, блин, не буду мерзнуть. Пусть Томак это все украшает. Чуть-чуть Алинку занялось здесь. Ляшка води коштує, я кляшчик с шампанского. А у меня гроши лише на ромашки. Какие же получается? Кляшка води коштує, я кляшу. Я вернулась с маникюрой и педикюром вечером. И думаю, о, классно. Не надо готовить ужин. Он у меня остался с прошлого дня. И тут Игнату стало легче. И он вспомнил о пряничных домиках. И я не смогла отказать ему. Захара больше интересовала книжка. Поэтому он сидел, читал и пил чай. Также съедал части домиков. Это те пряничные домики, которые я недавно покупала в Икеа. Вместе с кондитерским клеем. Мы впервые их собирали. И когда я уже закончила, я поняла, что я недостаточно разогрела вот этот кондитерский клей. Но мне очень понравилось. В следующем году тоже будем брать. Прикольное занятие. И Игнат как-то так быстро раз-раз-раз и все сделал. А я еще долго сидела и ковырялась. Я очень усидчивый человек. Довольно спокойный, если меня не выводить. В детстве и в юношестве я много вышивала. Я рисовала какие-то газеты. Я была старостой в классе. Я, в принципе, как бы люблю что-то делать руками. И, конечно, не могу назвать себя суперталантливым человеком. Но главное желание. И каждый раз, когда ты что-то делаешь, повторяешь, повторяешь, пытаешься, стараешься. А это мы не старались. Это мы делали чисто для себя. Для того, чтобы это осталось в детской памяти. Чтобы подарить им какие-то эмоции. Чтобы провести с ними время. Но, в принципе, если ты будешь делать это несколько раз, у тебя будет получаться все лучше и лучше. Конечно, профессиональные кондитеры не используют вот это вот все любительское. Но у нас в очень многих, практически в каждом магазине продается что-то для декорирования. И лично меня это как минимум успокаивает. И меня радует то, что это нравится и детям. Так что мы были заняты полвечера. Ну как, Игнат чуть меньше. Захар читал книжку, как я вам сказала. А я просто не могла оторваться. И в следующем году мы купим побольше таких пряничных домиков. Я обязательно привлеку свою Настю. Если кто-то из девочек захочет, а я уверена, что захочет, то у нас это будет очередная традиция. Не только выпечка пряников, но еще и будем делать пряничные домики. Слушайте, это очень интересно и увлекательно. Поверьте мне. Вот что у нас с Игнашкой получилось. Захар все-таки сказал, что он пас. Пошел читать книжку. Игнат сделал даже больше, чем я. Если вам не понятно, то это буква М, как мама. А со второй стороны Т, как Тата. По-польски это папа. Это вот мой. Такой. Это, кстати, не так просто, как вам может казаться. Реально пришлось изрядно постараться, чтобы их вообще склеить. Вот еще такой с серебристыми. О, это Захар вернулся с папой, с Юки, с прогулки. На этом мы заканчиваем. И бедный ребенок пытается поесть с этой ангиной. Очень сложно глотать. Почти свершилось. Я уже начала раскладывать все добро для декорации венков. Скоро должны приехать подружки. Вот здесь я пораскладывала, ну, как мне кажется, самые удачные варианты. Между прочим, разные по цветам. Здесь столько разных элементов. На фоне там что-то спорят малые. Здесь у меня удлинитель, чтобы каждая из нас могла подключить горячий пистолет. Мальчики. Треба щеделить. Треба щеделить. Захарку, ну, подержащие с ним. Они в основном дерутся. Я вам честно говорю. Господи, чуть не поубивали друг друга. Не помню, сказала тапочки для Насти. Такой же мерзляк, как я. Я тоже в тапках. Это еще прикольчики разные. А это... Ну, не то чтобы новогодний подарок для Насти. Мне кажется, просто это что-то, что может поднять ей настроение перед праздниками. Замерзшие гуляли с Захаром и с Юки. Да, и елку купили. Должны привезти. Это я делала поздно вечером и не снимала сам процесс. Видите, человек неугомонный. Это веночек для моей свекрови. Небольшой. Она тоже попросила в белом цвете. Чем-то похожа на мой, но чуть больше натурального. Корица, деревянная звездочка, шишки. Но в целом, мне кажется, они очень похожи друг на друга. Сейчас буду заваривать девочкам зимний чай свой фирменный. Это польский сырник. То есть, типа как чизкейк. Ну, это уже винишко я подготовила. Мало ли, может, не все будут за рулем. Хотя Настя вообще не пьет. Если вы думаете, что у нас на фоне классная рождественская музыка будет, то вы ошибаетесь. У нас футбол. Потому что как раз какой-то матч. Блин. Командир елочный. День добрый. О, супер. Елочка. Деньки. Какая большая. Мы завтра будем наряжать ее всей семьей. Приезжает бабушка, дедушка, Рафл со своими дочками. Так. Захар. А Захар то еще чипсы. Телси. Наверняка вы заметили, что последние влоги я часто снимаю с озвучкой за кадром. Дело в том, что я стараюсь как-то разделять вот эти моменты, когда ты просто хочешь пожить и провести время с близкими. И также это то, чем мне хотелось бы поделиться с вами. Потому что мне кажется, что это тоже какие-то идеи. И иногда есть какие-то народные традиции. А это те традиции, которые мы сами себе создаем. И вот, например, мы вместе наряжаем елку с семьей. Мы печем пряники с детьми. И с моей Настей, кстати, вот красивая девушка-брюнетка, это Настя. Она существует, она иногда появляется во влогах, но не часто. В основном она за кадром. И мы с ней делали веночки два года подряд. А с девочками мы договаривались три года. Но из-за ковида все это откладывали. И только в этом году у нас получилось собраться. Справа от меня это моя Анетка, это крестная Игната. А слева рядом с Настей, тоже девушка-блондинка, это моя Лилька, тоже подруга. И она крестная Захара. Это те подружки, с которыми меня связывают очень много хорошего. Мы поддерживали друг друга и сложные моменты. И все эти годы мы вместе, мы дружим. И, кстати, всем из нас очень понравилось декорировать венки. Поэтому в следующем году мы точно собираемся. И еще и, наверное, будем делать пасхальные украшения. И меня так радует то, что у меня получилось найти, знаете, таких людей, близких по духу, которым интересно то же, что и мне. И мы можем и с пользой, и с весельем провести такие чудесные жизненные моменты. Класс! Когда закончилось вино, мы достали то, которое мы три года назад привезли из Тосканы. И Лилька всегда со всем справляется. Сейчас мы его откроем. Но если вы думаете, что все так красиво, аккуратно, то вы очень сильно ошибаетесь. Вот сейчас Томак вернется домой, он просто офигеет с того, что мы тут наделали. А если Лилька еще и допьет эту вину, то я не знаю, что она ждет. Ура! Если кто-то приходит ко мне на вечеринку, то зачастую это заканчивается именно так. Все при дела. Ну и Томак. Со своим этим арсеналом. Дети еще не спят, строят баррикады, будут смотреть телевизор, потому что елка сюда просто не вписывается. Юки на месте, контролируют процессы гостей. Так, Юки, пильной, пильной. Ну, в общем, собственно, так это выглядит за кадром. А то все показывают вам красивую картинку. У нас 3 литра вина. И все при деле. Дубль номер 2. Пока Томак не моет посуду, и ничего тут не это самое. Не устраивает движ. Настя сделала еще и такую красивую декорацию для дома, для своей свекрови. У нее была корзинка, и мы использовали... Мы. Настя использовала такую же губку, как я в своей звезде. Только у нее совершенно другая композиция. То есть, видите, можно креативить как хочешь. Мне очень нравится то, что у нее получилась такая асимметрия, но не переворачивается. То есть, главное, баланс. И прикольные листья. Может, я возьму себе... Настя, а есть еще такие листья? Да, тебе оставь. Да, оставь, пожалуйста. Штучки 4, наверное. Это натуральное, да? Да, натуральное. Да, у меня был осенний букет, и я засушила, и подумала, что оно офигенно будет пригодиться. У Насти здесь еще вот и шишечка, и шарик такой. Игнат, там на фоне еще вот такой цветок. Ну, короче, каждая из нас принесла все, что было дома, и все использовали. Так что можно не только натыкивать вот эту губку, но еще и приклеивать пистолетом, и тогда вообще получается еще интереснее. И это, кстати, очень классный подарок, сделанный с душой для вашего близкого человека. Вот что у нас сегодня получилось. И еще отцу вам. А насти как правду, ты уготвысь. Все фотографируют. На этом я буду заканчивать свой влог. Я надеюсь, вам сегодня со мной было интересно. Не забывайте поставить пальчик и веру за позитив. И пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА